Привет, дорогой друг или подруга. Я начал пробовать зарабатывать в интернете с 14 лет. За почти 6 лет я опробовал множество способов. И в этом ролике хочу тебе рассказать, на какие способы стоит тратить свое время, а на какие не стоит даже пытаться, уделите одной минутой. Видео будет полезно школьникам, студентам и людям, которым не стоит обращаться на вы. С чего мы начнем? Давайте я расскажу сначала о сайтах, где не стоит тратить свое время. Все сайты я назвать не смогу, так их и гигантское множество, поэтому я перечислю самые популярные из похожих сайтов. Это сайты такие как SeoSprint, Rukapche, Яндекс.Толока. Не советую на них пытаться заработать, потому что задания довольно-таки появляются редко, там платят чуть ли не по рублю, а занимают по времени достаточно приличное количество времени. Задания там простые, но опять же, зачем тебе на это тратить время? Из-за нескольких копеек, правильно? Ты же все-таки деловой человек. Далее, не пытайся заработать на приложениях наподобие App Store, по-моему, называется, где ты должен скачивать мобильное приложение какое-то и заходить в течение 5 дней или 10 дней, постоянно запускать, прочую фигню делать. Там платят также копейки, чуть ли не по 30 рублей за 10 дней. Да, ты можешь, конечно, скачать таких 20 приложений, но опять же, тебе делать нечего, только заходить в 10 приложений, выиграй ради 300 рублей, не знаю, за месяц. По-моему, это того совершенно не стоит. Также не стоит играть в приложения наподобие, где тебе нужно выращивать птичьи яйца. Но я думаю, вы понимаете, как у меня приложение говорю. Вот, там не стоит пытаться что-то заработать, так как там весь заработок идет на привлечение гигантского количества рефералов, чтобы получить одну гривну. То есть, ну, одна гривна, это тоже не серьезно. Думаю, вы сами понимаете. Далее я с тобой хочу поделиться о сайтах, где зарабатываю лично я сам. Я использую три сайта. Деньги тут не самые большие, но почти ничего не нужно делать. А если ты ленивый, как я, думаю, ну, тебе это понравится. Первые два сайта это FileMix и PinUpFile. В PinUpFile там платят в долларах, в FileMix и в рублях. В чем заключается заработок? Ты выкладываешь файл и распространяешь его. То есть, его ссылку на этот файл. Люди скачивают и получаешь деньги. На FileMix больше платят за приложение. То есть, если, допустим, скачивают с телефона твою фотку, я не знаю, что бы ты не загрузил, люди его могут скачать. Но там нельзя большие файлы, по-моему, до 100 мегабит. Да, мегабит. Вот. А на PinUpFile платят в долларах. И там больше платят, если скачивают с компьютера. Особенно это здорово, если вы знаете английский язык и, допустим, снимаете ролики на YouTube или еще где-то. Ну, как-то на англоязычную аудиторию можете распространять. Там за одно скачивание до доллара может заходить. Думаю, сами понимаете. Допустим, набрать на каком-то ролике 100 просмотров. Из них хотя бы, я не знаю, человек 20 скачает. Это уже 20 долларов. Это за день. Вот. Ссылки на два этих сайта оставлю в описании. Также, кстати, еще рекомендую ознакомиться с сайтом CatCat. Это третий сайт. По нему можно зарабатывать на распространении просто ссылок. То есть, человек переходит по ссылке, вы получаете за него какую-то копейку. Там платят прям в прямом смысле копейки, но за гигантское количество переходов что-то да вырастет. Плюс это, опять же, пассивный заработок. Вам ничего не нужно для этого сильно делать, напрягаться. В общем, это идеальная, так сказать, подработка для ленивых. И, в принципе, если вы хорошо умеете распространять файл, можно будет собрать в день, зарабатывать с этого от 1000 до 5000 рублей. Прям спокойно. Вот. Поэтому, если заинтересует, опять же, ссылки в описании. Также, я не могу не назвать такие способы заработка на YouTube, фрилансе, хостинге сайтов и перепродаже доменов или доменов. Напиши, кстати, в комментарии, как правильно. Я не знаю, домены или домены. Так вот. О всех этих способах я прям подробно не буду останавливаться, потому что там очень обширная тема, куча всяких нюансов. Если тебе интересно, скажи, обязательно в комментариях я запишу отдельный ролик. Вот. В принципе, все. Так сказать, купительный ролик получился не слишком длинный. Спасибо тебе за просмотр. Пиши обязательно комментарии, если хочешь, чтобы я рассказал про конкретные способов. Например, буду показывать. Дотошно прям все тебе разбирать. Вот. Или если я какой-то из способов опустил. Опустил? Опустил. Да, опустил. То тоже пиши в комментариях. Все. Давай пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok